На базе Крымсарайского дома престарелых прошли тактические учения по эвакуации людей в случае пожара. По легенде, ночью произошло возгорание в комнате отдыха на втором этаже. В это время в доме престарелых из персонала находятся сторож и санитарка. Всего в доме престарелых проживают 20 маломобильных человек, которые в случае чрезвычайной ситуации не смогут сами покинуть помещение. Из них 8 лежащих больных. У нас вообще тренировки проходят довольно-таки часто. Раз в месяц мы проводим дневные тренировки и один раз в квартал ночные тренировки. У нас персонал знает, есть выработан алгоритм действия, что, как делать, кто за что отвечает. Сразу при возникновении пожара охрана звонит на пульт, звонит 0-1 или 5-17-0-1 или 3-65-0-1 на пост. Кстати, у нас тут отдельный пост есть в селе Крымсарай, которые сразу же, прямо через 50 секунд приезжают к нам. И у нас также есть своя пожарная дружина. Ночью, например, сразу же у нас охрана звонит, тоже знает, кому звонить. Каждый человек передает другому, что пожарная дружина в самые ближайшие минуты приехала, собралась и помогла тушить. Заместитель начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Республики Татарстан Марсель Шафигулин до начала учения проинструктировал персонал дома престарелых о порядке действий случая пожара, в частности, о необходимости организации привлечения дополнительных людей. Двое человек не смогут вывести 20 неходящих людей. Когда счет идет на минуты, это может привести к гибели людей. Дымовой извещатель был приведен в действие, и на пульт спасателей поступил звонок. С первого этажа эвакуировали лежащих постояльцев дома престарелых. Ходящие здоровые жители дома престарелых помогали выводить из зданий медленно передвигающихся людей. Затем прибыли пожарные и начали спасательную операцию. Ну, сегодняшние учения показали то, что и есть, конечно, недочеты. Есть недочеты, значит, ну, и персонала, значит, данного объекта. Вот. Но данные, скажем так, замечания на ход тушения, спасения людей, они не повлияли. Но есть некоторые моменты, которые мы сейчас еще обговорим, обсудим. А в общем, если взять, значит, проведем пожарно-тактические учения, оценю на удовлетворительно.